Друзья, всем привет! У нас с вами видео о пустых баночках и хочу начать с такого вот ароматного продукта, который я поставила в использовании. Это у нас идёт Зелинский и Розен. Это мыло, кусковое мыло, оно вот находится в таком формате, то есть обычно их мыло идёт в бумажной упаковке. А это идёт как дорожный вариант с мыльницей. Какой тут аромат, честно говоря, не написано. Написано просто мыльница плюс твёрдое мыло 80-22. Находится оно... Это такая жестяная баночка классная. Конечно же, я её оставлю. Она достаточно такая высокая. Можно использовать и для украшений каких-то, и для какой-то детской мелочёвки. В общем, прикольная такая штучка. Обычно подобные коробочки у Локситан встречались. Ну вот теперь у Зелинский и Розен, и я их всегда оставляю. Они всегда пригождаются. Вот такая вот упаковочка, в которой находилось мыло. Упакованное вот здесь внутри. Девчонки, мыло потрясающее. Это действительно мыло для мытья тела. Не такое, знаете, что вы там руки будете мыть. Ну хотя руки и ноги тоже почему бы и нет, да? Но это действительно парфюмированное, ароматное, дорогое мыло. Аромат я даже не могу вам описать, потому что они все такие интересные. У Зелинский и Розен они такие индивидуальные. И здесь тем более не написано, поэтому опираться мне как бы не на что. Но он такой идёт унисекс. То есть это не какие-то, знаете, там прям чисто женские тут нотки, а даже больше мужские, я бы сказала. Какие-то травы, эфирные масла. Аромат потрясающий. Просто потрясающее мыло. Такой белый кусочек, знаете, ещё так интересно. Оно идёт не просто как обычное, да? А как будто бы сделали большой пласт мыла и вручную его нарезали. То есть он такой формы, как будто бы его прям так, знаете, только что отчекрыжили от чего-то. Очень приятно, очень потрясающе пахнет, мылится, пенится, не раскисает. Что ещё тут сказать? Просто какое-то релакс, удовольствие. Далее мне посчастливилось за покупку получить вот такие вот пробники от Кензоки. Вы знаете, я всегда, марка Кензоки, она для меня всегда такая интересная, под вопросом. Я её никогда не покупаю, потому что в своё время я пробовала ароматы, и они как бы мне не понравились. Ну не все, поэтому вот под вопросом. То, что давали как-то в формате миниатюр для лица, мне тоже не нравится. Для тела нравится, но у них сейчас перевыпуск, ребрендинг. И, конечно же, я задумываюсь над тем, чтобы, скорее всего, что-то, может быть, для тела себе купить, если будет классная какая-то акция с предложениями. Ну, собственно, сейчас мы поговорим об этой ленте. Здесь у нас идёт сыворотка для лица основа увлажнения. Кензоки Гидрэйшн Флау не подошла. А мне, собственно, знаете, вот когда убеждаешься в очередной раз, что уход для лица немножко не твоё. Очень липкая, липкая текстура, и на лице прям вот она остаётся, эта сыворотка липнет. Ну, неприятно прикасаться к лицу, поэтому попробовала немножко всё остальное, домазала на ноги. Далее увлажняющий крем Ангел Хранитель для нормальной и сухой кожи. У меня кожа жирная, ближе к нормальной, то есть жирная, но она у меня, я за ней хорошо ухаживаю, видимо, правильно, и она у меня не лоснится, то есть даже лет у меня нет эффекта, знаете, жирности, вот этой вот блеска жирного на лице, нет, этого нету. Ну, ближе к нормальной, да. Но этот крем мне тоже не подошёл, у него такая текстура, знаете, такая жирно-силиконистая, что ли. И вот тоже оставляет липкость, то есть этот крем как-то до конца не впитывался на мне и оставлял липкость. Ну, не такую, как сыворотка, но всё же, опять же, всё остальное домазала на ножки. А вот увлажняющий крем Ангел Хранитель для комбинированной и жирной кожи, вот он мне подошёл, девочки, вы знаете, вот что значит всё-таки пробовать всегда пробнички. И после него кожа такая мягкая и бархатистая, то есть всё-таки вот для жирной кожи, для моего типа, подходит. Впиталность, ни липкости, ни жирности как бы не ощущаю. И вот так вот это выглядит в полноразмерном формате. Такие вот кремушки для лица и вот сыворотка. И последнее, что хочу показать, это вот такие вот патчи. Патчи от марки L'Assielle. Я их использую и утром, и вечером. Какого-то чуда от них не жду, просто чтобы, знаете, улучшить внешний вид, то есть от регулярного применения. Здесь их не так уж много, 18 штук. Ну, может быть, это и хорошо. Классные патчи в плане того, что они очень продуманы. Мне нравится то, что они держатся на коже. Я ненавижу патчи, которые, знаете, вы их прилепили, и они у вас съезжают. У меня нет ни времени, ни желания, как противень, знаете, лежать с этими патчами неподвижно, там, 10, 15, 20 минут. Здесь нет. Вы их прилепили, все. Вы с ними можете делать, что хотите. Хоть бегать, хоть прыгать. Они зафиксируются. При этом они не сухие, но они не очень влажные. А вот этих патчей, я, когда их наносила, какое-то легкое, как... Легкое-легкое покалывание, что ли, ощущала. И когда я их снимала, я чувствовала от них эффект свежести, какого-то, знаете, увлажнения и вот... Бодрости, что ли. Ну, какой-то холодочек после них остается, что мне очень-очень нравится и очень приятно. Я эту упаковку не до конца использую. Здесь осталось две пары. Посчитала четыре штучки. Я их обязательно использую. Ну, просто хочется показать, как это выглядит. Значит, вот так вот выглядит. Такая вот заглушка. Здесь есть пинцет. Честно говоря, я им не пользуюсь, потому что мне неудобно. Мне проще захватить пальчиками и достать их. Ничего страшного, то, что их возьмут чистыми пальцами, а не пинцетом, я в этом не вижу. Поэтому, да. Вот так вот они выглядят. Вот такие вот красивые, сиреневые. И каждый патч еще, между каждым патчем еще идет, как они проложены такой небольшой, как это сказать, пленочкой, не пленочкой. Вот она. Вот видите. То есть, очень-очень удобно. Я использую упаковки одну за другой. То есть, эту и у меня еще одна есть. Так как я вам рассказывала, что я пустые баночки снимаю там по 3-4 штучки и в разные дни, а потом просто смонтирую видео. Я хочу вам показать эти патчи более детально, как все выглядит, какая упаковка. И в следующей патче просто покажу, расскажу о своих впечатлениях. То есть, что они делают. А уже упаковки рассказывать не буду, потому что, собственно, видео одно. И я вам все детально показала. В общем, они мне понравились. Я от них вижу, что, знаете, не просто вы наложили их и сняли, а разные упаковки. Они по-разному действуют и разные у них эффекты. Все-таки это не одно и то же. Это с гидрогелем. В принципе, неплохие патчи понравились. Мне понравилось их использовать. Друзья, между делом, пока я вам снимаю пустые баночки, хочу такой вот вопрос затронуть. Все время забываю, уже месяц как забываю про мой инстаграм. Я вела свой инстаграм, но он как... У меня было... Это как личная страница. То есть, я там и публиковала покупки косметические. Отзывов каких-то я там не писала. Я сама никогда, честно вам признаюсь, не читаю ничего в инстаграме. Даже, честно говоря, я не лайкаю никого, потому что я там никогда не зависала. Мне эта сеть, ну, неинтересно. Я толком там никого не была... Ни на кого не было подписано. Ну, так, на некоторых девчонок, некоторые на меня тоже. То есть, особой деятельности у меня там не было. Просто свои личные фотографии какие-то, плюс покупки выкладывала. Очень изредка сводчи. И, девчонки, мой инстаграм заблокировали, когда я была как раз в отпуске. Когда я была в отпуске. И, честно говоря, если бы я хотела его восстановить, я бы должна была там что-то разбираться, доказывать, выяснять отношения, почему меня заблокировали. То есть, страница неукраденная, она просто заблокирована самой сетью. Без понятия, почему, девочки. И я не стала выяснять это, потому что, ну, вы понимаете, да, мне это особо и не нужно, эта сеть. Просто я знаю, что некоторые девчонки, может быть, интересуются, что случилось. Писали мне, лезь, почему твой инстаграм стал нерабочим, там ничего не видно. Вот так вот произошло. Что, почему и как, я без понятия. Кому там что не понравилось, кто посчитал, что подозрительным. В итоге, девчонки, если у вас есть желание, добавляйтесь в личку в ВКонтакте. Я ВКонтакте и на Ютубе есть. Всё. Ну, и, естественно, у меня есть ещё почта моя. Больше меня нет ни в каких других социальных сетях. Я не сижу на каких-то форумах. Меня нигде нет, потому что я с этим сталкивалась. Как-то кто-то выдавал меня, себя за меня. И мне писали, лезь, ты же там сидишь на каком-то форуме. Нет, я не сижу ни на каких форумах. У меня нет на это ни времени, ни желания. И мне это всё абсолютно неинтересно. То есть, ну, вот как-то так. Хотела эту тему затронуть, потому что про неё спрашивали. И я всё забываю это оговорить. А теперь о пустых баночках, да? Значит, сейчас вам ещё хочу показать вот такое вот мыло. Это Невская косметика, ушастый нянь, крем-мыло детское с оливковым маслом и ромашкой. Пахнет очень насыщенно. Я вначале думала, что может быть чередой, потому что аромат похож на, вот знаете, старый формат шампуня и бальзама для волос «Балет». У меня такой ароматный тип, похож на какое-то советское моющее средство для стирки, может быть. Но мне нравится хороший кусочек, он кремовый, он приятный. В общем, ручки мыть самое то, почему нет. И ещё хочу вам показать вот такой вот парфюм. Это Estee Lauder Modern Mousse. Долго у меня лежала эта миниатюрка, лет 5. И вот пришёл её час. Ручки моей дочки до неё добрались. И ей нравилась, в общем, ей эта миниатюрка и на себя, и на меня. И так она быстренько закончилась. Здесь был вот такой вот удобный распылитель. Она мне когда-то доставалась в наборе. Я покупала набор, там были тени, помада, блеск, карандаш для губ и вот эта вот миниатюрка. Вы знаете, я всегда считала этот аромат очень-очень тяжёлым. Вот попшикну, и мне вот кажется, что он тяжёлый такой. Но на самом деле, вы знаете, он не так тяжёл, как казался. То есть это оказался такой вот цветочный аромат. Именно женский, и он такой статусный. То есть для женщины в костюме, работающей в офисе, занимающей какую-то должность. Конечно, это не мой аромат, не мой парфюм. Просто не по моему настроению, не по моему какому-то духу. Но на самом деле он оказался лучше, чем я себе представляла. Так что вот такой вот парфюмчик у нас ещё выбывает. У меня закончился вот такой вот дезодорант антиперспирант уход и защита для любого типа кожи. Это Ева Эстетик. Как вы знаете, я очень-очень люблю и Еву Мозаик, и Еву Эстетик. Потрясающие марки. И я его просто чуть ли не вылезала, до последней капельки использовала. Я использую бюджетные антиперспиранты, потому что в основном они в 98% вызывают аллергию. Аллергию не вызывают. У меня вот только Ева Эстетик и, как выяснилось, от Литтуаль. Прекрасно защищает, имеет, знаете, такой нейтральный аромат, какой-то растительный. И, собственно, всё. Очень удобно им пользоваться. Единственное, когда немножко остаётся, конечно, неудобно переворачивать. Но он стоит бюджетно. Вы можете эти капельки даже и не доиспользовать. Прекрасно работает, супер. Обязательно повторю. Единственное, почему я сейчас его не бросилась покупать, это потому что я буду использовать вот такой вот антиперспирант, который я когда-то мужу своему презентовала, а он отказался им пользоваться. Он абсолютно новый и он такой вот шариковый, собственно, как я и люблю. Не имеет абсолютно никакого аромата. Муж сказал, что он такой формат не любит и не надо ему его подсовывать. Он любит в карандаше. Поэтому я вот сейчас буду им пользоваться вместо Евы. Но обязательно повторю. И хочу также показать вам небольшую покупку. Между делом это вот такое вот средство сатинки, джилет, какая-то новинка с авокадо, гель для бритья. Посмотрите, как красивенько выглядит. Буду пользоваться. Просто очень-очень нужная покупка, которая сейчас отправится у меня в ванну и, может быть, не доживет до каких-то следующих, таких, знаете, разбросанных покупок. Ну, пока что это все. Друзья, наверное, сегодня будет последний блок. Что-то у меня много пустых баночек насобиралось. И, наверное, я сегодня и выложу видео. А потом буду заново снимать. Ну, что ж, хочу показать вам такую прекрасную парочку. Это у нас моя любимейшая марка Cifara. И это серия Цветок хлопка. Гель для душа и молочко для тела. Молочко для тела, оно идет в лимитированном дизайне. Точно такой же гель для душа я с собой брала в отпуск и уже вам показывала. Ну, собственно, они отличаются только лишь упаковкой. Это все тот же Цветок хлопка с прекрасным цветочным ароматом. Пудровым, сладковатым, уникальным. Обожаю эту серию. И я ее постоянно беру, ну, как периодически, да, чтобы не надоело. Но беру очень часто при возможности, когда вижу, что заканчиваются там гели, молочко для тела какое-то, крема для рук, я обязательно возьму что-то из этой линейки. Либо же Цветок хлопка, либо же Лагуну, либо же и то, и то. Я ее обожаю по качеству. По качеству, конечно же, это кремовый гель. И он, я бы сказала, не такой густой и не такой экономный, как тот же гелевый гель, как, например, Лагуна. Но он тоже густой, он прекрасный. Просто я не очень люблю именно кремовые текстуры в гелях, но здесь делаю исключение, потому что, ну, продукт великолепный. Кремовый гель очищает, прекрасно пахнет. Что еще нужно? Молочко питывается быстро, кожа увлажненная, напитанная, благоухает. В общем, одни восхищения от этой серии и сплошной, можно так сказать, релакс. Обожаю. И вот вам эту парочку показываю, что она у меня уже закончилась. Обязательно буду повторять. Тут даже разговора нет. Буду повторять в 110 раз обязательно. И закончился вот такой вот расходничек. Это лактоцит, средство для интимной гигиены, гелевое. Обожаю лактоцит, самое прекрасное в этом плане средство. Плюс оно достаточно доступное и везде есть практически. Ну, бывает не везде, но практически везде можно купить. В любой аптеке, в любом торговом центре. Можно приобрести продуктовый магазин, не знаю. Отлично очищает, никакого дискомфорта. Все шикарно, что тут еще добавить. И вот это вот, наверное, все. Смонтирую, конечно, я хотела еще сюда патчи включить. Ну, наверное, о патчах мы поговорим отдельно. Позже, в других видео. Плюс у меня парфюмки заканчиваются. То есть, будет вам что показать и в дальнейшем. Буду с вами прощаться, монтировать видео, выгружать. Надеюсь, вам было интересно и, может быть, даже чуточку полезно. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Леся. Кстати, кстати, кстати. Хотела уже прощаться, но забыла добавить, что в этом продукте где-то грамм 30 остается. 25-30 грамм продукта остается. Все-таки помпа до конца не выдает. И продукт такой, ну, как бы это молочко, но оно не прям жидкое, как вода. Он достаточно густоватенькое. Поэтому, если у вас помпа перестала выдавать, все-таки, наверное, стоит ее раскрутить. Если у вас есть какая-то баночка, перевернуть и как-то добыть этот продукт. Но добывается он как-то с трудом, с трудом вытряхивается. Все потому, что как бы есть густота. Но это такой нюанс, девочки. Я заметила, что с помпой продукт это обязательно 25-30 миллилитров в любом продукте, в любом бренде останется. Поэтому тут такие нюансы. Я уже привыкла. И хотела еще добавить. Когда я вам показывала ленту от Кинзоки, я забыла добавить, что прекрасный имел аромат. Прекрасный аромат у этой серии от Кинзоки. То есть, такой... У них там цветок вот этот, который... Как же он не лилия, не орхидея. В общем, вот вспомнила лотос. Вот вся линейка пахнет именно одинаково. И очень-очень приятный, такой цветочный, нежный, дорогой аромат. Вроде бы все, что хотела, все сказала. Теперь уже можно попрощаться. Ну что ж, всем пока-пока. Продолжение следует...